Рыжая гостья сегодня ночью навела переполох на улице Фучика. Раненое животное заметили проезжающие мимо водители. Они остановились, чтобы помочь. Перенесли лесу в салон легковушки. Она была ласковая, он ее сидел гладил, спокойно, она даже ничего виду не подавала. Походу, когда к двери захлопывались, может, вдруг выстрел, она испугалась, укусила его и выпрыгнула из машины. Укушенного немедленно доставили в 11-ю больницу. Пострадавшему сделали уколы от бешенства, столбняка и отпустили домой. Теперь мужчине предстоит в течение месяца наблюдаться у терапевта. В области правой кисти, в проекте пальцев, были стены укуса. Они не так глубокие, кровотечения не было. На улицу Фучика ветеринарные врачи прибыли спустя 10 часов после нападения зверя на человека. Лиса все это время пряталась под автомобилями. Ее поймали и усыпили. А места, где она была замечена, обработали дезинфицирующим раствором. Не исключено, что гостья из леса была больна бешенством и могла заразить смертельно опасной болезнью домашних и бродячих собак и кошек микрорайона Азина, от которых вирус может легко передаться и человеку. Появление дикого зверя в жилом массиве опасно само по себе, ведь бешенством можно заразиться через слюну больного животного, которая может остаться на траве, камнях, земле, где угодно. Бешенство – болезнь неизлечимая. Вирус поражает центральную нервную систему, у человека начинаются судороги, а смерть наступает от паралича дыхания. Между тем, ситуация с бешенством в Татарстане остается напряженной. Предупреждают специалисты. С начала года зафиксировано 282 случая бешенства животных. Это в четыре раза больше по сравнению с 2014-м. Карантин объявлен в 18 районах республики. Кроме того, в черном списке ветврачей и окраины Казани. Бешенство зафиксировано в Мирном, Больших Клыках и Константиновке. Но появление лисы в крупном спальном районе города – явление из ряда вон. Нетипичный случай. Скорее всего, она в поисках пищи забрела и крутилась в районе выброса пищевых отходов. Здесь ее сбила машина. Нельзя брать этих животных на руки, приносить домой, гладить, пытаться как-то поиграть, любую другую деятельность с ними проводить, поскольку каждое животное потенциально опасно и возможно, что инфицировано вирусом бешенства. Труп лисы отправлен на экспертизу. Была ли она больна бешенством, станет ясно уже завтра. Сейчас решается вопрос об объявлении карантина по бешенству Вазина. Между тем, ветеринарные врачи переживают, что смертельно опасный вирус мог остаться в салоне легковушки, куда посадили истекающую кровью лису. Поэтому специалисты просят откликнуться владельца машины, чтобы срочно провести ее обработку. Юлия Шабанова, Лисанн Латыпова, Игорь Бузов и Альфред Камилевский. Телеканал Эфир.